Согласно статистике, каждое третье ДТП происходит по вине нетрезвого водителя. Сегодня мы проведем социальный эксперимент. Посмотрим, помогут ли сызранцы сесть за руль нетрезвому человеку. На этих кадрах создается впечатление, что состояние гражданина не позволяет открыть дверь. Водитель держит в руке бутылку водки и начинает просить прохожих помочь ему усесться за руль. К сожалению, нашлись люди, которые согласились прийти на помощь. Несколько уверенных движений трезвой женщины и все. Можно ехать. Женщина, не откройте дверь, помогите. Как не сяду в машину. Пожалуйста. Почему? Я не могу открыть ее, мне надо домой ехать. О, открыли? Нет, другую. О, спасибо, я поехал, до свидания. Вы куда в таком состоянии? Да можно. Мужчина, вы мне не поможете дверь открыть у машины. Я могу дверь открыть. А что, как? Домой поеду сейчас. Уже здесь. Да. Пьяный за рулем, ты что? Да, можно, можно. И, и. Нет. О, спасибо. Я поехал. Да и лучше отдохните, если что-то. Да нет, я спасибо. Поехал я. Девушка, помогите дверь открыть в машину, а? Дверь не могу открыть в машину. Никак. Нет, нет, вот моя машина. Вот она стоит моя. Домой поеду. О, спасибо вам. Спасибо, я поехал. Мужчина, помоги дверь открыть в машину. Никак не помогает мне это. Ехать домой хочу уже. О, давай. О, все. Спасибо, братан, спасибо. Поехал я. Из десяти людей только пятеро потребовали от пьяного водителя не садиться за руль, а воспользоваться такси. Некоторые женщины готовы были пожертвовать своим временем и найти человека, который отвезет меня до пункта назначения. А что, как же вы поедете? А можно, что, мне сто метров. Давайте я вам такси вызову. Нет, откройте. Давайте я вам такси вызову. А что? Ну, как же вы поедете? У них есть трезвый водитель. А эта женщина даже забрала ключи и готова была вызвать полицию. Женщина, помогите дверь открыть в машину. Не могу попасть в эту дверь. Блин, домой поеду. Наконец-то я. Спасибо вам. Спасибо. Не, можно, можно. Откройте, пожалуйста, я поеду. Нет, нельзя. Вы кого-нибудь задавите, отвечайте. Конечно. Кого задавим? Вы выпили? Нет. Зачем вы пьете? Что у вас случилось? Какая-то беда и пьете. Получается, что только 50% прохожих понимали, нетрезвый водитель – угроза для себя и для окружающих. Приятно, что сызранцы отзывчиво откликались на просьбы, но в данном случае наша отзывчивость чревата смертельной опасностью на дороге. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально. Продолжение следует.